АЛМАЗНЫЙ СТОЛИЦЕЙ Глава Якутии Егор Борисов дал поручение усилить контроль за междугородними перевозками пассажиров. В Ленском районе промышленники будут возмещать ущерб, нанесенный автомобильным дорогам. Человек труда, инженер-сварщик из Якутска удостоен ведомственной награды Министерства развития Дальнего Востока. На юге Якутии проходит этап спорта-киады среди студентов на спортплощадках учащиеся из Мерингри и Алдана. В Мирном сегодня прошел корпоративный форум компании «Алроса» «Хозактив». В традиционном собрании приняли участие более 500 делегатов, в том числе глава Якутии Егор Борисов и генеральный директор компании Сергей Иванов. По словам гендиректора Сергея Иванова, 2017 год был одним из самых сложных, прежде всего из-за аварии на руднике «Мир», унесшей жизни 8 человек. Тем не менее, в прошлом году компания добилась рекордной добычи алмазного сырья – 39,5 миллионов карат. Таких результатов в этом году не удастся достичь. Ожидается 36,5 миллионов карат. Несмотря на трудности, компания на этапе трансформации остается лидером на мировом рынке. За ходом форума следила наш СОПКОР в Мирном Мария Анна Кутукова. Прежде чем рассказать о работе форума, хочу объяснить, что такое «Хозактив-2018». Хозяйственный актив – это собрание, где съезжаются все работники акционерной компании «Алроса». Они подводят итоги производственного года, а также награждают лучших работников за самые заметные трудовые достижения. А нынешний форум собрал более 500 делегатов. По словам Сергея Иванова, из-за аварии на руднике «Мир» прошедший год выдался одним из самых сложных. Тем не менее, в 2017 году компания добилась рекордной добычи алмазного сырья – 39,6 миллионов карат. В этом году планы ниже – 36,6 миллионов карат. Сегодня главной задачей компании являются не объемы добычи, а усиление промышленной безопасности. Сегодня действительно менеджменту компании, руководству компании нужно инвестировать больше времени в вопросы, связанные с промышленной безопасностью, реформировать систему, обратить на те узкие места, которые у нас сегодня есть, и в целом развивать культуру нетерпимости к любого рода нарушениям. Несмотря на трудности, «Алроса» остается лидером на мировом рынке добычи алмазов. От деятельности компании зависит развитие социальной сферы и экономики республики, а значит и ее будущее. Те или иные новшества, которые происходят в компании, надо принимать более объективно. Но с другой стороны, если мы почувствуем, особенно акционеры, идет какой-то уход от главного вопроса, уход от главных интересов, каких-то других узких интересах, то это будем пересекать. В этом году форум прошел в новом формате. Впервые итоговое собрание состоялось в режиме телемостов. Работники из Айхала, Удачного и Ленска задали вопрос у руководства компании в прямом эфире. Всего было подготовлено более 170 вопросов. Форум прошел на высоком уровне. Итоги подвели, задачи поставили. Югор Борисов поручил усилить контроль над такси в Якутии. Это связано с ростом ДТП, со смертельным исходом, который в последнее время все чаще происходит на федеральных трассах в регионе. О повышении ответственности водителей он сказал во время прямого эфира на НВК Саха. Ранее мы сообщали, что в начале марта на трассе Вилюй в аварии погибли 4 человека. В конце января в результате столкновения 9 человек пострадало, трое из которых погибли. А в начале декабря на автодороге Колыма ДТП унесло жизни 9 человек. Уже с сегодняшнего дня сотрудники госавтоинспекции совместно с управлением технического надзора и управлением дорожного надзора начали проводить рейды. Репортаж Кристины Якуповой. Сотрудники госавтоинспекции проверяют техническую исправность автомобилей. И наличие у водителей необходимых документов. Останавливают всех междугородних таксистов. Исключений нет. Старский директор полиции выращивает документы. Техническая операция у нас месячная. Первый этап операции такси на территории Росипе улики Саха-Якутия. Проводится с 12 марта по 13 апреля 2018 года. Второй этап у нас проводится с сентября по октябрь. С первым автомобилем проблем нет. Второе такси и сразу нарушение. Данный водитель, миновав пост ГАИ, хотел скрыться от сотрудников госавтоинспекции, проехав через дачи. Остановив транспортное средство, было выявлено множество нарушений при перевозке пассажиров, а также эксплуатации данного транспортного средства. Сегодня каждый таксист, выезжая на дорогу, должен иметь целый пакет документов для перевозки пассажиров. Однако, на деле выясняется, не все придерживаются буквы закона. Таксист объяснил, что пассажиры это якобы его родственники, и они всей семьей едут в район. Куда вы направляетесь? Девилюшка. Девилюшка. А вы знали, что у водителя нет соответствующих документов? Я не спрашивала ничего. В связи с такими вот авариями, да, получается, если что-то случится, то что? Как быть? Не знаю. В сегодняшний рейд у нас проверяем водителей, которые осуществляют перевозки пассажиров и багажа по межрайонным маршрутам. Уже выявлены ряд нарушений, в том числе и сейчас. Водитель, например, управлял транспортным средством, переоборудованным без соответствующего, скажем так, разрешения госавтоинспекции. Установлено одно дополнительное сидение, а также установлен газовый баллон в салоне автомобиля. То, что категорически запрещается, у нас, тем более, при перевозке пассажиров делать. Теперь недобросовестному водителю грозит лишение лицензии на перевозку. Пассажиры до района сегодня уже точно не доберутся. Спросят ли документы у следующего перевозчика – вопрос открытый. Кристина Якупова, Илья Сыромятников, Якутск. В Ленске реконструкция и капитальный ремонт дорог стали одним из ключевых пунктов в опубликованном отчете о работе за 2017 год и планы на год текущий. В 2016 году было подписано соглашение между администрацией города и компанией «Газпром Трансгаз Томск». Предусмотренный объем финансирования – 50 миллионов рублей, освоен в прошлом году. Выполнена работа по благоустройству уличной дорожной сети улиц Победы. В 2017 сумма возмещения вреда дорогам Ленска этим же предприятиям составила 27 миллионов рублей. В связи с чем подготовлены проектные документации и запланированы реконструкции и ремонт улиц Пролетарска, Дзержинского и Орджоникидзе. Правительство России утвердило перечень субсидированных маршрутов воздушных перевозок с Дальнего Востока, пассажиры которых смогут приобретать с марта по декабрь этого года. Льготными билетами могут воспользоваться несколько категорий граждан. Это молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. А также инвалиды первой группы с сопровождающим лицом, инвалиды с детства второй или третьей группы. Такой перечень маршрутов воздушных перевозок пассажиров вошли 73 направления. Стоимость билетов не превышает 10,5 тысяч рублей. Пожар унес жизнь женщины в Усть-Майском районе. Возгорание произошло в двухэтажном доме на улице Куйбышева, села Эльдикан. К моменту прибытия подразделения через две минуты горели две квартиры. Самостоятельно покинули дом 29 человек. Два человека пострадали, погибла женщина. Дом поврежден по всей площади. Причина – виновник и ущерб устанавливаются. Все пострадавшие размещены в эвакуационном пункте. Это клуб «Радуга». Кроме этого, мы предусматриваем их размещение в дальнейшем у родственников. И далее в интернате школы Эльдиканской. Также будет организовано при необходимости трехразовое горячее питание столовой Эльдиканской школы. В Якутске сегодня простились с генеральным директором холдинга «Саха-Медиа» Кириллом Алексеевым. Близкие друзья, коллеги вспоминают о нем как о настоящем профессионале. Человеке, который болел за независимые источники информации. Он добился того, чтобы читатели в районах получали государственную корреспонденцию бесплатно. Совокупный тираж газет «Саха-Сиры» и «Якутия» достиг 110 тысяч. Он был идейным вдохновителем модернизации республиканского пресс-центра в современный оборудованный медиа-центр. Его жизнь оборвалась 8 марта. Он был в командировке в Москве. В июне ему исполнилось бы 49 лет. Все, кто Кирилла знали, они его все знали как абсолютно такого светлого, доброго, искреннего человека, талантливого. И те годы, что мы с ним работали, у нас много было всякого и хорошего, и не очень. И трудные были времена в редакции, и все это мы переживали. Кирилл никогда не терял вообще оптимизма, присутствие духа, жизнелюбие. У него всегда было очень много планов. Я видела, что человек очень дальновидный, он чувствует людей. Он притягивает нужных людей, которые могут реализовать все его задумки. Ну и люди сами к нему тянулись, конечно. Очень жаль, что Кирилл ушел, ушел рано, потому что те перспективы, которые он сейчас заложил, они еще будут долго-долго в будущем работать и просвещать, и информировать население нашей республики. Но сейчас небольшой блок рекламы, и смотрите далее. Первый МРТ-кабинет на западе Якутии в Мирном расширяет перечень медицинских услуг. В Ленском районе финансирование НКУ увеличили вдвое, кто и с чем станет соискателем грантов. Человек труда, инженер-сварщик из Якутска удостоен ведомственной награды Министерства развития Дальнего Востока. В эфире Якутия 24, и мы продолжаем наш выпуск. В Мирном, в день выборов, 18 марта, проезд в общественном городском транспорте будет бесплатным. На избирательных участках Алмазной столицы будут организованы выездная торговля и различные мероприятия. На центральной площади города состоится праздничный концерт «За сильную Россию». В рамках республиканской выставки ярмарки товаров и продуктов питания «Байдам» свою продукцию представят местные производители. В некоторых районах города будут работать полевые кухни. С 1 апреля этого года россияне смогут оценивать работу поликлиник на портале государственных услуг. Эта функция в качестве эксперимента появится в личном кабинете «Мое здоровье». Те, кто записался на прием к врачу через личный кабинет, смогут оценивать качество медицинского обслуживания. До конца года сервис будет работать в качестве эксперимента в рамках одного из приоритетных проектов, а при его востребованности станет постоянным. В Мирном открыли первый и единственный в Западной Якутии кабинет МРТ-диагностики. Новый долгожданный аппарат улучшит профилактику заболеваний. Как и везде, в районе число онкобольных меньше не становится. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Вопрос о приобретении аппарата МРТ мирнинцы поднимали много лет. Открытие кабинета стало возможным благодаря муниципально-частному партнерству. Администрация выделила помещение, а частная клиника закупила и установила оборудование. Учитывая, что мирнинская больница, она зональная, обслуживает почти всю Западную Якутию, с учетом того, что здесь горное производство, подземные рудники, шахты, конечно, вопрос о приобретении аппарата МРТ ставился на селение мирнинского района давно и неоднократно. Новый магнитно-резонансный томограф является единственным в Западной Якутии. Компьютерные томографы в районной больнице уже давно устарели и не всегда отражают полную картину заболевания. Эти два метода друг друга отчасти в некоторых вопросах заменяют, но магнитно-резонансная томография, она очень хорошо видит мягкие ткани. Поэтому для обследования внутренних органов, головного мозга, позвоночника, печени, органов брюшной полости, сердца того же самого, проведения контрастных исследований, я думаю, что оно более интересно. Стоит отметить, что проект коммерческий. Однако и клиника, и местные власти готовы работать над тем, чтобы услуга стала доступнее. Рассматриваются варианты вхождения либо в систему ОМС, она, как правило, проводится с заявительного характера в конце лета, для работы в будущем году при выделении определенных объемов, либо заключаются прямые договора с федеральными бюджетными организациями. В данном случае возможен вариант заключения прямого договора с Миринской центральной районной больницей для выполнения определенных объемов. Прием первых клиентов планируют в апреле. Будет создана группа для бесплатного обследования, преимущественно из малоимущего населения. Также в ближайшее время здесь для удобства людей с ограниченными возможностями установят пандусы и лифт. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. В Якутии проживает порядка полутора тысяч одиноких и потерявших родство с близкими граждан. Проявить заботу к людям может каждый. Ну а какие формы работы с одинокими пожилыми людьми реализуются в Алданском районе, расскажет Татьяна Бахнина. Дарить добро тем, кто в нем больше всего нуждается. Так видят свою основную задачу члены общественной организации, которая так и называется «Дари добро». Ее волонтерами становятся люди, которым общественники однажды помогли. Первоначально деятельность организации охватывала малоимущие и неполные семьи. Сейчас Татьяна Бахнина собирается взять на себя социальное сопровождение и обслуживание на дому одиноких пожилых людей. Не у всех родственники бывают рядышком. У кого-то живут за рубежом, у кого-то в ближнем зарубежье, кто-то просто одинок в связи с какими-то личными причинами. Мы хотим взять всех, конечно, под свое крылышко. Тем более у нас сейчас развивается наше волонтерское движение, к которому присоединяется все больше и больше людей. С Солданским управлением соцзащиты все нюансы согласованы. В настоящее время заявка находится на рассмотрении в Минсоцразвитии Якутии. Регулярно проходящие акции для престарелых члены «Дари добро» переведут на рельсы коммерческой благотворительности. Государство начало поддерживать такие начинания. То есть оно в какой-то мере компенсирует наши затраты, наши действия. Наряду с обслуживанием на дому существуют иные формы социальной работы. Одна из них – создание приемных семей для пожилых. В прошлом году дом обрели трое одиноких престарелых людей. Ну и также здесь есть и неплохая материальная составляющая, я считаю. Человек, устраивающий к себе в приемную семью пожилого человека, получает вознаграждение в размере 21 358 рублей ежемесячно. И плюс он может рассчитывать на 75% от дохода этого человека, то есть пенсии, различные выплаты. Еще одна форма работы с одинокими престарелыми и инвалидами предполагает открытие домов-интернатов на основе государственно-частного партнерства. Этот вид деятельности приемлем как для предпринимателей, так и для некоммерческих объединений. В этом году администрации Ленского района принято решение увеличить статью расходов на поддержку некоммерческих общественных организаций. По сравнению с прошлым годом она увеличилась почти вдвое и составила 10 миллионов. В марте планируется проведение первого конкурса на соискание грантов для НКО. В числе победителей конкурса на соискание грантов в поддержку НКО в прошлом году стали две организации, чьи проекты носили социальную направленность. Одна из них – ветераны ленских органов правопорядка, получившая грант в размере 450 тысяч рублей. На эти деньги мы смогли открыть памятник ветеранам Великой Отечественной войны, сотрудникам органов внутренних дел. Памятник установлен в аллее, в аллее возле здания отдела полиции. Второе наше достижение – это открытие музея. Не менее интересным и очень полезным для детей и взрослых стало использование гранта некоммерческой организации «Православный приход храма святителя Иннокентия Московского». Проект, заработавший 600 тысяч рублей, был посвящен научно-исследовательской деятельности, изучению и сбору информации об истории развития православия в Ленском крае. Храмы, которые там остались, вот в этих населенных пунктах неравиационные, собирая информацию о разрушенных храмах, освященниках и так далее, Собирая кровическую информацию, было вообще обследовано более 30 деревень, и только до Усть-Кута мы прошли около 600 километров. В этом году приход храма также планирует принять участие в конкурсе. Основой нового проекта вновь остается изучение истории православия. Только в населенных пунктах, расположенных в нижнем течении реки Лена. «Мы планируем отработать последний участок, это от Ленска до Тикси. Он по протяженности самый длинный участок будет, но там будет меньше населенных пунктов». Полученные деньги участники организации издают из собственный журнал. В нем рассказывается о ходе экспедиции, описываются места, в которых находились храмы и где они были разрушены. Подтверждением тому красочные фото пройденных километров и запечатленных церковных объектов. Цель благая, поэтому участники походов надеются на победу. Надеются на получение гранта и другие организации. Всего в Ленском районе около 40 НКО. Сколько из них примет участие в конкурсе и кто станет победителем, покажет время. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, Ленск. Только за последние 10 лет российский рынок труда в IT-сфере вырос в 18 раз и это не предел. Якутия не отстает, проводятся различные конференции, семинары. И одна из таких площадок – конкурс «Моя профессия – IT». Заявки принимаются по 18 марта включительно. Подробнее расскажет Петр Говоров. Дуалан Лугинов и Андрей Торговкин – школьники, которые с компьютером давно на «ты». В прошлом году парни стали бронзовыми медалистами Олимпиады «Моя профессия – IT». Ребята разработали приложение для родителей. Наш проект был под названием «Лайф Гуард». Это приложение, которое связывает и родителя, и ребёнка. Наше приложение помогает отслеживать ребёнка. Ребёнок, когда попадает в трудные ситуации, он запускает наше приложение и родителю сразу передаётся эта информация и таким образом спасает ребёнка. Сейчас юные программисты занимаются собственными проектами. Андрей делает первые наброски для компьютерной игры о космосе. Так, космическую игру, в которой игрок должен быть в роли Илона Маска. Эта идея понравилась, и я хочу этого воплотить в жизнь. Участники «Моя профессия – IT» соревнуются в создании программ, моделировании, графическом дизайне. Победители получают не только дипломы и медали. Главная возможность – обучаться в лучших вузах России. Илья – финалист прошлого года. Сегодня студент-первокурсник Санкт-Петербургского национального университета информационных технологий. «Сразу я знал, что ITMA – это отличное университет для айтишников. И сразу захотелось. И у меня появилась возможность поступить по Олимпиаде. Моя профессия – IT. И я участвовал в нём, но, к сожалению, выиграл. И занял второе место. Но человек, который занял первое место, отказался от этого. И я возбужден со шансами и поступил». Как отмечают специалисты, проблема нехватки кадров в IT-отрасли с каждым годом будет становиться острее. В Якутии создают различные площадки, коммерческие школы и специальные конкурсы для привлечения молодых людей в мир IT-технологий. «Мы часто ездим, бываем в населённых пунктах, даже в сельских районных центрах, где появился хороший интернет. И нам говорят о том, что появились ребята, которые разрабатывают уже приложения, разрабатывают определённые программы. Естественно, у нас в Якутии всегда были таланты именно в этом направлении. Это математика, информатика. И сейчас, я думаю, IT-технологии вполне возможно, что наши ребята одолеют и будут разрабатывать такие хорошие программы, которые будут востребованы на мировом уровне. Это вполне возможно». Конкурс проходит в третий раз. В этом году он соберёт более 100 участников со всей Якутии. Заявки принимаются до 18 марта. Кто выиграет обучение в одном из крупнейших вузов России, станет известно 9 апреля. Пётр Говоров, Илья Сыромятников, Владимир Павлов, Егор Максимов, Якутск, Санкт-Петербург. Сварщика из Якутии наградили за развитие Дальнего Востока. Джулстан Фёдоров получил благодарственное письмо из рук главы Минвостокразвития. При участии якутянина газифицированы небольшие посёлки и построен подводный переход магистрального газопровода через Лену. О человеке труда расскажет царь Глана Фёдорова. Километры газопроводов по Вилюйскому району, окраинам Якутска, от Тулагина до Кангалас. Работа по ликвидации взрыва на ГРЭС-2. За 20 лет работы Джулстан, сварщик 6-го разряда, повидал многое. Начинал с рабочего, а сегодня ведущий инженер службы контроля качества газораспределительных сетей. Контролирует работу других сварщиков, проверяет каждый стык. Так, провар нормальный. Всё нормально, всё окей. Продолжаем дальше так. У меня мама сварщик, она работала в Косымка. И как бы я выбрал эту профессию именно благодаря моей матери. Получил благодарность, но я думаю, это не только моя заслуга. Это заслуга моей семьи, моего отца, моей матери. Они меня так воспитали рабочим. Я не боюсь работы. Это моя стихия, сварка. Работа с документами, контроль сварщиков, проверка объектов. Джулстан занят всегда. Постоянно интересуется технологиями сварки. Опыт передаёт подчинённым. После отпуска каждый сотрудник сдаёт экзамен. Задача – сварить пропускной стык на 4 метра. Всё это приводится в документацию и допускается. Вот он нас сейчас проверит, просветит, мехиспытание сделает. Если оно пройдёт, то он нас допускает к работе. Сейчас специалист наш, радиограф, делает метки. Рентгеновским аппаратом будем просвечивать стык. Затем стык отправляется в лабораторию на визуально-измерительный контроль. После проявки все плёнки рассматривают на приборе, который выявляет дефекты. Дефектами могут быть подрезы, шлаки, поры. Диагностика показала, что данный стык годен для выхода на объект. Получив допуск, сварщики выйдут на объект в Сайсарском квартале. На улице Чайковского будут прокладывать газопровод высокого давления. Бывает, конечно, например, проложили дорогу и проложить газопровод, например, давно положенную дорогу. Такие ситуации тоже бывают. Это надо относиться с пониманием. Для нашего города это как бы газ, это как бы кровь нашего города. Саргалана Фёдорова, Василий Слепцов, Якутск. Литящая гагара, выполненная из 1700 необработанных алмазов общей массой около 500 карат, станет главным экспонатом выставки якутских студентов-ювелиров «Серебряные крылья». В «Сокровищнице Якутии» выставка будет работать до 5 апреля. Ювелиры представили свои работы. Современные изделия, выполненные на основе национальных традиций, но с использованием новых мотивов. Экспозиция первой республиканской студенческой выставки включает в себя произведения студентов, обучающихся ювелирному делу в СВФУ, АГИКИ, художественного училища и колледжа технологии дизайна. Мы сделали один год, в 2015 году сделали «Молодые таланты», «Будущая ювелирная промышленность». И мы уставляли у детей фотографии, отдельный календарь сделали. В этом году нам тоже пришла такая же идея, а почему нам не собрать? Мы собрали все учреждения, поговорили с ними, они говорят, давайте, это же будет наша первая уставочная работа и очень хорошая площадка у вас. Все подхватили буквально с полуслова, и вот сейчас вот такая красота здесь. «Многолекий Якутск» – цикл документальных фильмов о народах, проживающих на территории города Якутска, презентовали сегодня в кинотеатре «Синема-центр». На презентации проекта побывал Дмитрий Тымыров. До презентации документального фильма «Многолекий Якутска» 10 минут. В зале с обычными зрителями сидят герои ленты – представители национальных общин Якутска. Волнуются сильнее, чем авторы кино. Я с нетерпением жду, потому что передать это словами невозможно, потому что неожиданно, какие фрагменты попали, что не попали в фильм. Документальный фильм не о народах, а о дружбе между якутами, армянами, корейцами, тувинцами. Список можно продолжать. В столице Якутии проживают более 140 национальностей. Да, было очень тяжело, потому что очень много героев, очень много желающих было принять участие в этом проекте. Съемки длились на протяжении года, ну и до сих пор даже какие-то завершающие этапы проходят у нас сейчас. Однако, по словам создателей фильма, представители национальных общин охотно соглашались на съемки. Вы знаете, ну вот они действительно нам рассказали, что это нужно для истории, что это пока мы живы, пока мы можем рассказать то, что мы пережили. И, конечно, мы поэтому и не отказались. Авторы показывают быт, диаспор, их традиции, истории заселения Якутии. Представители национальных общин подтверждают, все снято с документальной точностью. В основном корейцы, когда перебирались в Якутию, они начинали с золотого Алдана. То есть вот эти золотые прииски в Алдане, в основном, значит, работали корейцы, китайцы, японцы. Это как бы вот корейцы были первооткрывателями в золотой промышленности. Я считаю, этот вопрос всегда будет актуален. Пока национальность есть, пока язык есть, пока мы это представляем, мы живы. И мы должны всегда иметь свое многообразие. Сегодняшняя премьера – это анонс. «Многоликий Якутск» – цикл из десяти документальных фильмов. Посмотреть каждую ленту якутияне смогут с 4 апреля на телеканале «Якутия-24». Дмитрий Томыров, Василий Слепцов, Якутск. В столице Южной Якутии продолжается девятая универсиада среди студентов среднего и высшего образования. В соревнованиях принимают участие четыре команды. Алданские медицинские и политехнические колледжи, и Нерингринские медицинские и Южно-Якутские технологические колледжи. Одновременно с Южной группой универсиада проводится у заречной группы районов. Победители примут участие во втором этапе, который состоится в апреле в Якутске. В Нерингрин на сегодняшний день состоялись встречи по шашкам и настольному теннису, полученные первые спортивные достижения в личных и командных зачетах. Соревнования в этот раз прошли на хорошем, дружеском уровне, в хорошем спортивном мастерстве. Ребята были довольны. Места распределились следующим образом. После долгих баталий победителем наших отборочных соревнований стала команда Нерингринского медицинского колледжа, с чем мы ее и поздравляем. На втором месте у нас команда Южно-Якутского технологического колледжа, третье место у команды политехнического колледжа города Алдана и на четвертом месте команда медицинского колледжа города Алдана. Якутия-24 следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и удачи вам!